Добрый вечер, в эфире информационная служба новостей телеканала ЖТСО. Смотрите в этом выпуске. А нам все равно. Во многих общественных местах Талдыкургана на санитарные нормы, как говорится, чихали. За нарушение норм аннулирование результатов. И в первый же день единого тестирования 164 казахстанца оказались отстранены за нарушение правил. По следам Абая. Энтузиасты из Алматы идут в семей пешком. Свой тур они посвятили 175-летию со дня рождения величайшего поэта и писателя казахского народа. Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь первого президента Айдосу Кубай. Ельбасе читает все телеграммы и письма, будь они от лидеров других государств или от трудовых коллективов. Для Нурсултана Назарбаева все письма одинаково дороги. Единство людей, их добрые и душевные пожелания придают силу. Первому президенту написал Айдосу Кубай в твиттер. Он также напомнил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. Повода для паники и беспокойства нет. Ельбасе продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Наличие в организме коронавирусной инфекции подтвердилось у Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Информацию уточнил пресс-секретарь главы региона Галамурад Жукель в фейсбук. В сообщении говорится, что Аким области ушел на самоизоляцию, так как результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показали положительный результат. Аким Алматинской области Аманды Кабаталов ушел на самоизоляцию. К сожалению, крайний тест, который он сдал, показал положительный результат. Его работа будет продолжаться дистанционно. Болезнь притекает бессинтонно. Акима Алматинская области Требования соблюдены лишь в нескольких салонах красоты и аптеках. Проехали представители мониторинговой группы и о наобщественном транспорте. Если в супермаркеты или крупные торговые дома без маски не пускают, то в автобусах наличие средств индивидуальной защиты никто не контролирует. Цель рейдов признаются проверяющие не привлечь к ответственности, а побудить предпринимателей и жителей города соблюдать санитарные нормы. Более 80% у нас выявлено нарушения. На всех виновных и ответственных лиц будет составлен протокол об административном право нарушения и материалы будут переданы в суд для рассмотрения. То есть здесь предусматриваются меры согласно статье 462, части 3, до 100 месячных расчетных показателей, либо приостановление до 3 месяцев. В связи с нарастающим числом зараженных коронавирусной инфекцией в Алматинской области усиливается контроль за соблюдением санитарных норм. Под наблюдением специальных мониторинговых групп места массового скопления людей. Так, к примеру, в Кирблакском районе на сегодня проверено более 300 объектов. В двух десятках из них выявлены нарушения. Что грозит тем, кто не соблюдает саннормы? Узнавал Ануа Роман Гильзинов. Торговый дом РС – самая крупная точка предпринимательства в райцентре. В среднем ежедневно его посещают более сотни человек. Потому внимание к этому объекту самое пристальное. С начала введения карантина мониторинговая группа выявила здесь несколько недочетов и вынесла строгое предупреждение бизнесменам. При повторной проверке нарушения устранены. Маски, антисептики, памятки и средства для обработки имеются во всех 23 точках торгового дома. Помимо объектов малого и среднего бизнеса, под наблюдением государственные учреждения и отделения национальных компаний. Одним из таких стало отделение Казпочты. Посетив его, проверяющие не обнаружили никаких нарушений и санитарных норм. Объект и сотрудники оснащены всем необходимым в период карантина. Все сотрудники обеспечены масками и перчатками. В соответствии с нормами они постоянно меняют их. Почтальоны также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помимо этого они у нас ходят в спецформе. С целью сокращения количества посетителей мы пенсионерам и инвалидам первой и второй групп все услуги оказываем на дому. Ведь именно лица из этой категории находятся в так называемой группе риска. Поэтому нужно оградить их от контакта с людьми. Подобного рода рейды мониторинговая группа проводит ежедневно. В день проверяющие в составе представителей Акимата, сотрудников санэпидслужбы и полиции обходят более 10 объектов. Всего с момента введения карантина проверено более 300 точек. В 10 вынесены предупреждения. В отношении 9 объектов составлены административные протоколы. Основная задача мониторинговой группы не наказать, а предупредить о нарушениях. К ответственности привлекаются исключительно грубые нарушители, которые после нескольких предупреждений не исправляют ошибки. Львиная доля нарушений – это отсутствие масок, детсковриков и перчаток. По остальным пунктам замечаний нет. Мониторинг будет проводиться на систематической основе. Только так мы сможем избежать лавинного распространения болезни. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Кирбулакском районе стабильна. По данным специалистов, число зарегистрированных с диагнозом COVID-19 составляет 10 человек. 9 из них уже излечились от болезни. Но, несмотря на положительную статистику, врачи призывают граждан не расслабляться. Любое пренебрежение санитарными нормами может изменить ситуацию в корне. Доброта есть высшая цель нашей жизни. Более 2300 благотворительных мероприятий проведено волонтерами Алматинской области с начала года. Тем самым социальную помощь получили порядка 15 тысяч нуждающихся семей. Вклад колоссален, особенно на фоне пандемии коронавируса. По достоинству оценили дело молодых ребят на самом высшем уровне страны. Так, 10 самых активных волонтеров получили грамоту от имени Ельбаса Нурсултана Назарбаева. С момента введения чрезвычайного положения количество волонтеров в Алматинской области возросло в два раза, превысив 2000 человек. То есть молодежь ЖТСУ на деле продемонстрировала сплоченность трудной ситуации, проявив лучшие человеческие качества, огромную любовь к родному краю и его жителям. Силами волонтеров сшито и бесплатно роздано населению более 62 тысяч медицинских масок. Изготовлено и поставлено 6000 литров антисептика. Тимуровцы помогают не только внутри области, но и за ее пределами. Не осталось без внимания волонтеров. Ситуация закрытия на карантин жилого комплекса Асларман с населением более 20 тысяч человек. Представители волонтерского движения МЕРДЖИЦУ помогали раздавать жителям жилого комплекса средства невыдарной защиты, обеспечивая доставку продуктов. Не обошли свое внимание волонтеры ДЖИЦУ и подтопление населенных пунктов в Матерайском районе Туркестанской области. Порядка 20 наших добровольцев из области помогли доставить важный гуманитарный груз общим весом 260 тонн. А также в течение недели участвовали в восстановительных работах и обеспечивали по 57 день продуктам питания всем необходимым. В это время волонтеры области первыми пришли на помощь и помогли населению еще одного подтопленного Туркестанского района Туркестанской области, включая город Ленгер и село Кельтас. За плодоторную работу, проявленный патриотизм и правильную гражданскую позицию, 10 самых активных волонтеров региона получили благодарственное письмо от первого президента Нурсултана Назарбаева. Волонтерство – это образ жизни современного цивилизованного человека, особенно молодого. Это лично мое мнение. Быть волонтером лично для меня означает отдавать частичку себе и часть своего времени в помощь окружающим. Я очень рада, что Султан Абишевич Назарбаев оценил наш труд и сегодня наградил нас своими благодарственными письмами. Эти чувства не передать словами. Также благодаря волонтерам в Алматинской области активно реализуется инициатива Ельбасе Безбергемес. В рамках данной акции получили помощь 24 тысячи человек на сумму 253 миллиона тенге. И волонтерская работа будет не только продолжена, но и станет масштабнее, говорят участники движения. Ильман Раенбеков, Раслан Шигире, телеканал РИЦУ, Талдыкурган. 164 человека не допустили к сдаче единого тестирования в Казахстане за первый день экзаменов. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщила заместитель директора Национального центра тестирования Налжан Дидарбекова. По ее сведениям, 73 абитурента не допустили к сдаче тестирования из-за попытки пронести запрещенные предметы. А 91 тестируемый был исключен за нарушение правил проведения уже во время самого экзамена. Вдобавок к этому, еще два абитурента не были допущены до тестирования в связи с тем, что у них выявили высокую температуру на месте. После результатов анализов для них будет организовано отдельное тестирование. Это будет проходить в отдельный день и в отдельной аудитории, сообщила спикер. В принципе, в прошлом году на проведение ЕНТ было потрачено, именно на проведение ЕНТ 543 миллиона, чуть выше данная сумма была. Но в этом году сейчас конкретную цифру, наверное, озвучить не получится. Мы об этом скажем после завершения самого процесса единого национального тестирования с учетом наших всех командировок, всех расходов. Что касается СанПинорм, все необходимые средства, они были приобретены местными исполнительными органами, а также высшими учебными заведениями, на базе которых расположены пункты проведения ЕНТ. В воскресенье 21 июня к сдаче единого тестирования приступили и абитуренты Алматинской области. 11 тысяч изъявивших желания пройдут тесты в 10 потоков. Это связано с санитарными требованиями. Напомню, в этом году для тестируемых созданы беспрецедентные условия. Пожалуй, единое тестирование этого года войдет в историю как самое необычное. Во-первых, из-за пандемии коронавируса почти вдвое увеличено количество потоков. Во-вторых, продлили время самого экзамена и разрешено пользоваться калькуляторами. И особое строгое соблюдение санитарных норм. Наполняемость аудитории строго регламентирована. Столы на расстоянии не менее двух метров. От этого и как никогда минимальное количество абитурентов в каждом потоке. На базе ЖИГУ приняты все санитарные меры. Проводится замер температуры на входе, обработка через дезинфекционный туннель, замена масок, замер температуры. Все аудитории проветрены, все аудитории кварцевали. Поэтому приняты беспрецедентные меры именно по обеспечению санитарного благополучия детей. Время экзамена хоть и продлили, но меры жесткого контроля никто не отменял. В этом году в случае нарушения правил результаты тестирования будут аннулированы. А абитуренты и вовсе не будут допущены к пересдаче. Внедрили в этом году и еще одно новшество. Через камеру смартфона распознавали биометрические данные, тестируемых еще на входе в аудиторию. Словом, случаи подмены поступающих в ВУЗы в этом году исключили. Есть немножко волнение, но есть и немножко... Я верю в себя и подготовилась отлично. Думаю, хорошо сдам. Вскрытие тестовых заданий – самый важный момент. Сам формат не перетерпел значительных изменений. Все те же 140 вопросов, все так же ответы на специальных бумажных бланках. Сдача проводится, как и в прежние годы, разве что увеличили время на 10 минут. Для абитурентов созданы все условия. К слову, на сайте Национального центра тестирования они могли вести подготовку. Там были все необходимые материалы. До 25 августа видео из каждой аудитории будет изучено специалистами. Если в ходе анализа будет выявлено нарушение правил, то это тоже приведет к аннулированию результатов. Даже если на тот момент был присужден гарант. Этот человек лишится его. Таковы правила. Алексей Цоин, Адир Хамзин, Телеканал ЖТСУ. Лабиринты истории. В преддверии Дня государственного служащего в Талдыкургане состоялось необычное мероприятие. Исторический квест, приуроченный к праздничному событию, объединил десятки молодых людей. Креативная идея принадлежит самим участникам. В ходе квеста представители восьми управлений Алматинской области решали кроссворды. Ребусы на знания исторического прошлого края ЖТСУ. Зашифрованная информация о передвижении на ту или иную городскую локацию размещалась в QR-кодах. Успеху в игре сопутствовали командная работа, мобильность и немного смекалки. Акция проводится во второй раз. Первый квест, прошедший в мае, организаторы посвятили Дню семьи. В этот день мы сегодня отобрали восемь культурных и строительных объектов по городу Талдыкурган. Сегодня участвуют такие команды, как управление архитектурой, управление культурой, управление языков и другие команды. Все задания, которые мы включили в наш квест, целью являются изучения истории нашего города и изучением всех новых объектов, которые у нас были построены за последние пять лет. В Нур-Султане скончался мужчина, выпавший из окна многоэтажки, сообщает закон КИЗ. Как отметили в управлении общественного здравоохранения столицы, мужчина был в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что парень и девушка выбросились из окна в столице. Сотрудники гражданской защиты вовремя переставили куб, и девушка упала на него. Ее подбросила, она упала на козырек подвального помещения из металлического листа. Казахстан с 20 июня возобновляет международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию. Количество рейсов по маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении. И в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте, рейсы и продажи билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпании расписаний. По мере снятия ограничений, на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшение эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами, пояснили в профильном ведомстве. По следам великого предка. Энтузиасты из Алматы решили пройти путь Абая-Кунамбаева пешком. Их цель – почтить память великого сына Казахской степи в рамках 175-летия со дня рождения. Конечный маршрут – мавзолея Кына в Семее. Сегодня группа из четырех человек достигла Талткургана, где их с радушием встретили горожане. До областного центра путники добрались за 9 дней. В среднем они преодолевают по 25-30 километров в сутки. По примерным подсчетам цель будет достигнута за 40-45 дней. Испытания не из легких делятся – сами инициаторы. Спуски и подъемы, погодные условия и усталость – каждый фактор играет небаловажную роль. По словам волонтеров, это первое серьезное испытание в их жизни – проверка на стойкость тела и духа. Это наш предок, поэтому мы считаем своим долгом сходить в какой-то раз в жизни, побывать у мавзолея Великого Абая, пройтись по пути. Поэтому наш проект называется «Путь к Абаю». Многие говорят, почему не на машине, почему не на велосипеде. Потому что это неинтересно. Когда идешь пешком, это совсем другое. Страна открывается в другом виде для тебя. Погодные условия, да, дождь был, но мы такие погодные условия пережидали. Под мостами, на остановках, допустим. Но опять же, у нас есть дождевики, у нас есть куртки, есть палатки. Мы полностью экипированы. Поехали, да, ее никто не отменял. Тем более, мы простые, мы не спортсмены, мы не атлеты. 750-летний юбилей со дня образования Алтынорды отмечает в этом году казахстанское общество. В рамках празднования значимого события в стенах областной библиотеки имени Сакена Сейфулина состоялась республиканская конференция на тему «Пабалар-Курган Алтынорда». Из-за текущей ситуации с COVID-19 конференция прошла в онлайн-режиме. Но это не помешало ее участникам. Это именитым казахстанским ученым, историкам, исследователям и краеведам поделиться своими исследованиями о богатом наследии, о социально-экономическом развитии и политическом строе того времени. Во время дискуссий были также затронуты темы культуры степняков. Более тысячи читателей приняли участие в онлайн-встрече. Около 300 человек оставили свои комментарии. Отметим, президент страны Касмжомар Токеф отметил особую суть празднования. 750-летия Золотой Орды. Тему празднования 750-летия Золотой Орды одним из первых затронул наш президент Касмжомар Токаев. И сегодня мы в библиотеке имени Сакина Сейфулина организовали онлайн-конференцию, в которой приняли участие знаменитые исследователи, историки, ученые. Цель сегодняшнего мероприятия – широкая пропаганда исторического и культурного наследия Алтынорды среди широких масс. Эпидемия коронавируса в Латинской Америке не стихает. Так, Перу вошла в десятку стран с самым большим числом больных COVID-19. В антирейтинге государство занимает девятую строчку. На сегодняшний день здесь выявлено около 250 тысяч заразившихся. При этом официально от вируса скончалось чуть менее 8 тысяч человек. Как считают независимые эксперты, реальный показатель смертности гораздо выше, особенно в бедных районах. Система здравоохранения Перу в стране, где около 20% населения живет за чертой бедности, не справляется с наплывом больных. Мест в больницах и лекарств попросту не хватает. Проживающие в Европе граждане Беларуси требуют проведения честных президентских выборов. В воскресенье у посольства Беларуси в Варшаве собрались сотни людей, недовольных арестами лидеров оппозиции. Аналогичные протесты прошли непосредственно в Минске после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарико. Он считается одним из главных соперников действующего президента Беларуси Лукашенко. Возмущенные люди шли по центральным улицам белорусской столицы, скандируя позор властям. Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа. Уже сейчас понятно, что несмотря на протесты, пройдут они по знакомому в целом сценарию, говорят политологи. За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции оказались или под стражей, или по следствиям. Одна из ведущих японских авиакомпаний Japan Airlines планирует выдать каждому из своих сотрудников до полутора тысяч долларов пособия в качестве меры по их поддержке. Об этом сообщают японские СМИ. Отмечается, что штат Джейл насчитывает порядка 36 тысяч человек, и выплаты им могут быть направлены уже в начале июля. Кроме того, для экономии средств авиаперевозчика от своих летных бонусов намерен отказаться председатель правления Japan Airlines Юсихару Уэки. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова